Государство вкладывает колоссальные деньги в развитие всех видов спорта. Все спортсмены сидим сегодня в основном на государственных плечах. Это, наверное, одна из причин того, что у нас не все ладится в большом спорте. Слишком всем хорошо, никуда не надо ходить, никого не надо просить, государство все обеспечит. Результата пока, особенно в футболе, я не вижу. Да, и в хоккее, и в других видах то же самое. И можно только удивляться беспардонностью вашей. Около 70% от всех денежных средств заработная плата. А на развитие, а на содержание, опять государство, государство там лежит. Я хотел бы услышать объяснение по этому поводу. Почему у вас 70% всех денежных поступлений на клубы шло на зарплату? Вы приходили ко мне, постоянно ставили вопросы. Я всегда шел навстречу. И для меня было главное перед Олимпиадой. Пусть каждый спортсмен сказал, что мы еще не сделали. Все до единого говорили. И это действительно было так. Все сделали, что просили. И даже невозможное. И результат, он известен. Притом, я понимаю, что конкуренция выросла. Я понимаю, что мы, наверное, вряд ли будем бежать лучше, чем африканские спортсмены. Но в технических то видах спорта мы всегда в легкой атлетике, допустим, имели какие-то результаты. Где эти школы? Целинская была. Александр Горьевич, если вы построите велотрек, все, завалю медалями страну. Я просто напоминаю, велотреку уже, наверное, лет под 10. И где результат? Точно так могу сказать про хоккей. Весь вопрос в тренерах. С парня можно вот с такого слепить что угодно. Если нет тренера, никакого спорта не будет. А тренеры, дорогие мои руководители федерации, это уже ваш хлеб. В рейтинге FIFA мы сегодня на 89-м месте. В третьем году, в 2003-м, были, на 90-м. Сильно сдвинулись. Этот сезон. В Лиге конференции в Уфа играли 4 команды. Все с треском вылетели. Так? Где вы тогда будете играть с чехами или бельгийцами? Где вы будете с ними играть? И 23 тысячи человек, это только официально по списку, у вас профессионально занимаются футболом. Ну так с 23 тысяч можно найти 20 человек? То, что происходит в футболе, недопустимо. И это касается всех, кто здесь сидит, из других федераций. Хочу вас всех предупредить. Первое. Выстраивайте систему. Книжки, то, что вы издали, мне передали, это хорошо. Программы, планы, это хорошо. Нужен результат. И каждый тренер, кроме результата, должен на гора выдавать 2-3 талантливых спортсмена. С каждого клуба тренер по 2-3 спортсмена пусть наверх поднимет. Если этого нет и нет результата, значит нет тренера. Через 3 года, буквально через 3 года, Олимпийские игры в Париже. Пенять будет не на кого. Тот же климат фактически, что и у нас, даже еще лучше. Это не в Японию. Не дай Бог, будет такой же провал, как в Токио. Опять же, я не говорю, что Олимпийский чемпион. Но ты туда поехал, покажи свой лучший результат. Это вершина любого спортсмена. И сколько у нас спортсменов, великих, которые этого результата не показали. Это бардак. Это отсутствие всякой дисциплины. А должна быть дисциплина. Поэтому имейте в виду, неправда, что мы не будем платить деньги хорошим спортсменам. И спортсменам, которые дают результат. Это неправда. Мы будем платить деньги. И будем платить хорошие деньги. Это я вам обещаю. Мы найдем эти деньги. Но если нет результата, даже не надейтесь. И ответите за те деньги, которые вы потратили. Это я вам говорю, как чиновникам от спорта. Шальных денег больше не будет. И не дай Бог. Комитет госконтроля мне доложит, что вы не отработали систему заработной платы нормально. Когда ты бегаешь, прыгаешь, просто занимаешься спортом и в командах и так далее. Ты получаешь среднюю зарплату. Все остальное от результата. Нет результата, нет зарплаты. Шальных денег больше не будет. Я не буду перед народом стоять и, как в народе говорят, лыпать глазами и оправдываться, когда мне напрямую задают вопрос, зачем вы им деньги платите? На них же стыдно смотреть. А ребята есть хорошие. Есть. Вот я уже к Тихону имею много претензий, как к молодому еще руководителю федерации. Я посмотрел выступления молодежки. Но есть ребята, с которых можно сделать и метателей молота, и дискоболы есть, и копье нормально умеют, и толкать ядро умеют. Есть нормальные ребята. Есть. Вот возьмите их и готовьте. Потому что народ должен видеть, что мы деньги потратили, а он принес медаль с основных соревнований. Готовьте их. Но не забывайте, что он сегодня на такой высоте, а завтра может упасть. Оттуда могут подняться другие. Должен быть и второй эшелон, который будет их подкреплять, поддерживать. Выберите эти два уровня, ребят, и готовьте их. Создайте им нормальные условия. Воспитайте их настоящими патриотами. Чтобы они не думали, а сколько мне заплатят за медаль или еще там за что-то. Они должны думать о том, чтобы принести честь стране. Ну, это же для них честь. Мы же никогда победители, чемпионы и прочее. Мы же их никогда не забывали. Мы же их всегда поддерживали. Поэтому вырабатывайте систему. Должны быть, вот как у нас модно говорить, вот эти социальные, а тут спортивные лифты, которые снизу поднимут способных, талантливых ребят наверх. И не дай бог. Беру под особый контроль. Мне поступят жалобы, что вы там или за деньги, или родители кого-то своих там чада пропихнули. А талантливый человек остался за бортом. Недопустимо. Все должно быть честно и порядочно. Если так будет, спортсмен будет понимать, за что он борется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.